Реки из берегов не вышли, Сочи пережил непогоду, однако штормовое предупреждение оставили в силе. Отдел по расследованию преступлений в сфере строительства предложил создать губернатор. Кондратьев обратился к руководству кубанской полиции. С чем сегодня борется с Анной Пиднадзор, в Сочи состоялось 5-е совещание главслужб государств членов Шанхайской организации сотрудничества. Сильнейшие фигуристы России собрались в Сочи. Олимпийский лед принимает третий этап Кубка России. В Сочи продолжает буйствовать непогода. По поручению главы города организован круглосуточный мониторинг рек и водоемов. Уровень воды не превышает безопасной отметки. Такого результата при сильных осадках удалось достигнуть благодаря масштабной профилактической работе по расчистке русел рек. Это позволило избежать подтопления территорий, регулярно попадающих в зону риска. Из-за разгула стихии все экстренные коммунальные службы города переведены в режим повышенной готовности. 1252 человека и 235 единиц техники в случае необходимости мобилизованы для недопущения возникновения ЧАЭС. Штормовой ветер минувшей ночью стал причиной падения 43 деревьев. К обеду от завалов полностью были освобождены все проезжие части. Городские службы оперативно устранили локальные последствия разгула стихии. В связи с обильными осадками были зафиксированы локальные подтопления на территории личных подсобных хозяйств. Причиной стало отсутствие на этих участках ливневок. Сейчас территории приведены в порядок. Электровода и газоснабжение осуществляется в штатном режиме. Штормовое предупреждение продлится в Сочи до 1 ноября. Ну а накануне в России вспоминали погибших во время репрессий в 30-е годы. По некоторым данным по всей стране по политическим обвинениям арестовали около полутора миллионов человек. Половину из них расстреляли. Жертвами политических гонений стали и кубанцы. Внеамин Кондратьев призвал жителей края не забывать эти страшные события. Сегодня в стране чтят память жертв политических репрессий. В 30-х от них пострадали миллионы граждан СССР. Почти погибло казачество. Расказачивание было практически геноцидом нашего народа. Скорбные страницы истории, но без нее не существуют нации. Это нельзя забывать. Памятный день утвердили в 91-м. С тех пор каждый год 30 октября по всей стране проходят панихиды по погибшим в сталинских лагерях. К мемориалам приносят цветы. Отдел по расследованию преступлений в сфере жилищного строительства предложил создать в кубанской полиции губернатор края. На заседание оперативного штаба Вениамин Кондратьев обратился с такой идеей к руководству главка. По его мнению, это поможет усилить борьбу с недобросовестными застройщиками, которые привлекают деньги дольщиков. Сейчас в региональном реестре находятся 57 домов, по которым затягиваются сроки сдачи в эксплуатацию. Проблемы обманутых дольщиков стали главной темой на заседании оперативного штаба. Финансовое состояние застройщика, любого мы знаем, ну или можно легко узнать. Поэтому, если мы даем разрешение на строительство компании, тогда надо понимать, что кто-то на себя должен взять ответственность. Или глава муниципального образования берет, который выдает разрешение на строительство застройщику. Или если правоохранительные органы считают, что необоснованно отказ выдан, и надо выдать разрешение компании, тогда правоохранительные органы должны взять на себя ответственность. Поэтому я еще раз говорю, никакой глава местного управления я больше никогда не приниму отказ, чтобы вдруг правоохранительные органы его заставили. То есть назовите конкретно, кто и каким актом заставил. Больше всего обманутых дольщиков сейчас в Краснодаре, Сочи, Анапе и Геленджике. Напомню, президент России поручил правительству разработать систему банковского проектного финансирования, которое позволило бы отказаться от долевого строительства. В работе оперативного штаба принял участие и глава города Анатолий Пахомов. Он доложил губернатору о том, что в Сочи из 28 проблемных домов осталось только 18. 10 уже введены в эксплуатацию. В этом году удалось не допустить появления новых проблемных многоэтажек. А с застройщиками, которые затянули строительство на несколько лет, ведется постоянная работа. По инициативе главы курорта проведено 30 встреч предпринимателей с покупателями квартир. Цель такого диалога одна – достроить дома и предоставить людям давно купленное ими жилье. Активно сейчас ведется работа на четырех строительных площадках. Ежедневно заместитель директора департамента строительства проводит там планерки. По сути дела стал прорабом там. Но уверенно можем сказать, что эти четыре площадки в крайнем случае в первом квартале 2018 года люди заселят. Я уверенно могу сказать, что мы до конца этого года, вернее, в первом квартале у нас останется где-то шесть проблемных объектов. Из них четыре – это вантовские. Все. Также в Сочи активно стали привлекать к этой работе риэлторов. Ведь если дело в суде, а жилье продолжают продавать, число недовольных дольщиков будет умножаться. Сегодня в городе ответственные посредники объединились в профессиональный союз и обязались отказаться от продаж домов из черного списка. Он размещен на сайте администрации города и постоянно обновляется. В Сочи сегодня состоялось пятое совещание главслужб государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, отвечающих за обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия. На совещании обсудили глобальные угрозы биологической безопасности и противодействие инфекционным болезням в странах ШОС. Об итогах совещания и какую оценку дали эпидобстановки в городе Сочи, который принимает столь крупные мероприятия, расскажем в нашем следующем материале. Это уже пятое с 2008 года совещание главслужб государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, отвечающих за санитарно-эпидемиологическое благополучие. И каждый раз совещание проводится по инициативе российской стороны. На открытии сегодня приветствовали новых членов организации Индию и Пакистан. Таким образом, ШОС сегодня включает 8 государств, в том числе Китай, Россию, Казахстан, Таджикистан, Киргизию и Узбекистан. Организации сегодня это почти 40 с лишним процентов населения земного шара и практически четверть мирового ВВП. Индия и Пакистан настроены на эффективный вклад в совместную работу. На совещании говорили о глобальных угрозах биологической безопасности и противодействии инфекционным болезням в странах ШОС. Это особенно актуально с учетом миграции между государствами и возникновением новых болезней в азиатских регионах. Так, при участии стран ШОС удалось успешно справиться со вспышкой лихорадки ЗИКа. А вот такие современные лаборатории, которые для участников совещания представила на выставке «Российская сторона», участвовали в ликвидации лихорадки Эбола в Африканской Гвинеи. Эта лаборатория позволяет идентифицировать до 500 видов возбудителей инфекционных болезней. Мощность лаборатории составляет 300 проб в сутки. Главный санитарный врач России Анна Попова особо отметила усилия местных и краевых властей в борьбе с комарами, потенциальными распространителями вируса ЗИКа, а также дала оценку эпид-обстановке в городе Сочи и качеству воды в Черном море, международный день которого отмечается сегодня. Если говорить о ситуации с инфекционными заболеваниями, то сегодня это и в течение уже двух лет, это ниже среднемноголетнего уровня на 8-10%. Если говорить о качестве и ободе в Черном море, то усилия, которые предпринимаются местной властью и средства, которые вложены в систему очистки и канализования города, они безусловно оправдываются. В свою очередь глава Сочи Анатолий Пахома, выступая на совещании, отметил, что стабильная эпид-обстановка на курорте – это одна из приоритетных задач. Хочу сказать, что для меня, как для мэра города, это самая главная задача. Мы начинаем свой рабочий день с того, что занимаемся именно этой задачей и заканчиваем этой задачей. И, наверное, главнейшая задача для каждого мэра города – именно задача обеспечения санитарно-педагогической обстановки. Это чистота и красота улиц, это здоровье наших людей. В Сочи уже запланировано 30 ноября провести очередное заседание Совета глав правительств, государств, членов ШОС. В повестке дня – торгово-экономическое сотрудничество. Инга Габешия, Ольга Десятого, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ». Сочи войдет в федеральную программу создания комфортной городской среды. Это позволит в следующем году привлечь в городской бюджет около 300 миллионов рублей для благоустройства городских территорий. Одно из условий вхождения в программу – это утверждение правил благоустройства в соответствии с действующим законодательством. В связи с этим сегодня состоялась внеочередная сессия депутатов городского собрания Сочи. Слово Татьяне Говорковой. Разработаны в соответствии с методическими рекомендациями Минстроя России, новые правила значительно увеличились в объеме с 45 до 212 страниц. В проекте сформулированы общие требования к объектам благоустройства с учетом новых нормативно-правовых документов, которые теперь объединены в разделы, всего их 10. Это уборка городских территорий, содержание пляжей, кладбищ, ливневых канализаций, подъездов, домов, автостоянок, требования к спортивным детским площадкам и зеленым насаждениям. Есть и отдельный раздел праздничного оформления объектов торговли. Старые правила были у нас приняты в 2009 году. За это время очень много, как в таких случаях говорят, утекло воды, сильно изменилось законодательство, нормативно-правые акты. Это СНИП и САНПИНы, они все поменялись. Поэтому это все, эти правила были переведены в соответствии с действующими нормативно-правыми и законодательными актами Российской Федерации. Правила благоустройства и санитарного содержания территории Сочи в новой редакции уже прошли все процедуры обсуждения на заседаниях профильных комитетов и общественных слушаниях. Принять новые правила необходимо до 1 ноября. И сегодня проект был вынесен для утверждения на сессию с учетом двух поправок. В частности, замечания коснулись заключительного 10-го раздела о правилах благоустройства города и наказаний за их невыполнение. Этот пункт будет доработан в ходе заседаний профильных комитетов в ближайшие две недели. То есть четко и понятно для каждого жителя нашего города, что необходимо делать для благоустройства в своей территории. Ну и главный вопрос, который мы почему-то в оперативном, для того, чтобы наш город вошел в федеральную программу о комфортной городской среде, которые мы планируем получить в городской бюджет в следующем году около 300 миллионов рублей. Федеральная программа рассчитана на 5 лет. В окончательной редакции депутаты утвердят правила на очередной сессии. Контролировать выполнение этих правил будет управление административной инспекцией. Татьяна Говоркова, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. С сегодняшнего дня начала работать система по оформлению бесплатного проезда в дополнительных поездах. Они будут ходить в города-организаторы Чемпионата мира по футболу в России. Оформить бесплатный проезд можно на сайте tickets.transport2018.com. Для оформления болельщику необходимо иметь билет на матч Чемпионата мира или подтвержденную заявку на билет. Номер билета или заявки необходимо указать при прохождении процедуры оформления. А также паспорт болельщика, который можно бесплатно оформить на сайте fanid.ru. После окончания процедуры оформления на электронную почту пользователя, указанную при регистрации, придет письмо, в котором будет представлена вся информация о месте в выбранном дополнительном поезде. Для удобства болельщиков работает электронная служба поддержки. 4 ноября сочинцы и гости города объединятся в хороводе единства. В целом в этот день на курорте пройдет масса мероприятий. В 8 утра во всех православных храмах курорта пройдут праздничные богослужения в честь одной из самых почитаемых икон в России – иконы Казанской Божьей Матери. В 10.30 от мемориального комплекса в завокзальном районе стартует автомотопробег по памятным местам воинской славы. В полдень на площади Южного Мола в рамках фестиваля «Хороводы России» жители и гости Сочи смогут принять участие в акции «Хоровод единства». А в 13 часов там же на площади Южного Мола состоится праздничный митинг и концерт. Власть предоставили детям. В Сочи прошли выборы в городской ученический совет. Мероприятию предшествовала серьезная подготовка. Невзирая на то, что главные действующие лица, учащиеся старших классов, все было по-взрослому. Организаторами выступили Управление по образованию и науке и Управление молодежной политики курорта. Городской ученический совет старшеклассников – это не игра во взрослую жизнь. Цели, которые стоят перед его участниками, вполне реальны. Такой совет будет своего рода мостиком между молодежью города и администрацией курорта. Даже трибуны, с которой подростки смогут заявить, чего им не хватает. Ведь задачу по воспитанию молодых управленцев ставит глава города. Подобные форумы далеко не новинка. Они проводятся в городах края уже на протяжении пяти лет. В Сочи – во флагманах. Выдвижение кандидатов и представление их программ прошли во всех образовательных учреждениях курорта. А 13 октября был проведен так называемый «Единый день голосования». Лидеры прошли весь путь, который проходят кандидаты в депутаты или кандидаты на любых видах выборов. То есть это и предвыборная агитация, это сбор подписей, а также работа в день голосования избирательных комиссий и сам процесс голосования. Поэтому в этом зале присутствовали только те старшеклассники, только те представители школьного ученического самоуправления, которые прошли трудную процедуру выборов. Отличительной особенностью нынешних выборов лидеров ученического самоуправления стали итоги предвыборной кампании. Если традиционно в финал выходили четыре победителя от каждого района, то есть всего 16 лидеров, то в этом году к ним добавились восемь самовыдвиженцев. Взрослые препятствовать детям не стали и согласились с тем, что на сегодняшний день в числе выбранных лидеров 25 человек. Победители признались, участие в таком масштабном форуме для них было очень волнительным. До сих пор нервничаю, перевариваю это все. Я стал победителем. Мои друзья, мои сокомандники выбрали меня и еще четверых моих друзей. Была очень интересная тренинговая программа. Для меня вообще в принципе большая честь, большая ответственность представлять свою школу, быть лицом своей школы и большая честь в принципе находиться в этом ученическом городском совете старшеклассников. Сейчас лидеры городского совета самоуправления ушли на школьные каникулы. Правда, отдыхать им придется за работой. По возвращению за партой они должны будут представить свои проекты. Презентация состоится 9 ноября. Тогда и будет ясно, каждый ли из выбранных лидеров достойен работы в городском ученическом совете старшеклассников. Ведь на этой базе в том числе формируется кадровый резерв сочинской администрации. Галина Моисеева, телекомпания ВКТ. Сто лет назад начали делать официальную запись в органах ЗАГС. Таким образом, в этом году отмечается юбилей этой системы. Он будет в декабре, а сегодня наш корреспондент Елена Авсетцина посмотрела, как в ЗАГСе готовятся к важной дате. К столетнему юбилею системы органов ЗАГС здесь подготовлена фотовыставка. В архиве сохранились фотографии 20-х годов. На них молодожены, как и в любые времена, в торжественном наряде. Молодые мужчины во фрагах, девушки в белом платье, поскольку каждая невеста мечтает идти под венец ослепительно красивой. До Октябрьской революции было три акта, которые регистрировались в церкви. Метрические книги были о рождении, смерти и о браке. Замечу, разводов не было. А с 18 декабря, считается, отчет идет образование органов ЗАГС. С 18 декабря 1917 года вышел декрет об образовании органов ЗАГС. С тех времен в храм на венчание шли по желанию, а вот сделать запись в ЗАГСе нужно было обязательно. Причем с годами расширялся спектр госуслуг. Как изменялись наряды молодоженов. Если раньше были платья в пол, то со временем они стали и короче, и проще. Но всегда невестов в фате и их моделей тоже очень много. Современные невесты, конечно, несравнимы и неотразимы. Мечта каждой из них – быть единственной неповторимой на всю жизнь. В этом году в центральном районе Сочи брак зарегистрировало более трех тысяч пар. Подали на развод 700. По оценке сотрудников ЗАГС ни спадов, ни подъемов в этих цифрах не наблюдается. Скорее, стабильная ситуация, если, конечно, не вспоминать дореволюционные времена, когда разводов вообще не было. Зато жить люди стали дольше. Сейчас рождаемость превышает смертность. В 2017 году родилось 3,5 тысячи малышей. И родители, приходя в ЗАГС, очень тщательно выбирают имя малышу. Это уже не веяние моды. Например, когда многие девочкам давали имя София или Анна, сейчас молодые родители оглядываются на историю своей семьи. Называют детей в честь бабушек и дедушек. Сегодня не модно, а сегодня именно значение должно быть. И как-то родители очень серьезно к этому относятся, и мы это видим. То есть это, ну и законодатель требует согласия родителей, чтобы оба были согласны. Допустим, присвоение имени ребенку. Участились случаи изменения неблагозвучных имен и фамилий. И это не противоречит закону. Одним словом, живут ЗАГСы вот уже сто лет в архивных документах да книгах. Одна из них была напечатана к 95-летию. Она так и называется летопись органов ЗАГС в Кубани, где написано, что ЗАГС – это не только марш мельдетсона. Это действительно целая история страны, города и каждой отдельной семьи. Елена Овсицына, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ. Вверх по лыжному трамплину. На Олимпийском трамплине в Красной Поляне состоялся второй в этом году российский этап экстремального забега. Мировая серия экстремальных гонок, в которой спортсменам приходится задействовать все свои скрытые ресурсы, завершилась финалом при искусственном освещении на Олимпийском трамплине в Сочи. В этом году сразу два этапа состоялись в России, впервые в истории вида спорта. Участники пробежали дистанцию в 400 метров, взобравшись на трамплин под средним уклоном в 35 градусов. Правила просты. 50 спортсменов одновременно стартуют на равнине и бегут около 70 метров перед тем, как начать забег на трамплин. Три лучших участника каждого отборочного забега попадают в финал напрямую, остальных добирают по лучшему времени. В забеге приняли участие 314 человек. Победителями мужского и женского зачетов, как и в мае на этапе в Чайковском, стали супруги Митяевы из Сочи. Сильнейшие фигуристы России собрались в Сочи. Олимпийский лед принимает третий этап Кубка России по фигурному катанию на коньках. За выход в финал борются 150 мастеров и кандидатов в мастера спорта среди 20 регионов участников и Краснодарский край. Сегодня за произвольной программой турнира наблюдала Инга Габешия. Здесь на Сочинском льду сильнейшие юниорные страны. Именно среди них будущие чемпионки пока у каждой КМС. Но по завершении данных соревнований большинство фигуристок уедут из Олимпийского Сочи мастерами спорта. Кто-то попадет в сборную России, поэтому обстановка здесь напряженная и страсти тоже накаленные. Здесь и сейчас решается судьба юных фигуристок. Фигуристы волнуются, поэтому здесь особо соблюдаются все спортивные приметы. Ксения Юшкова из Вологодской области на удачу перекрестилась и постаралась показать максимум, на что способна. В целом же у девушки большие шансы попасть в финал Кубка России. Вращение, прыжки, обороты спортсменка выполнила на отлично, но без промахов не обошлось. Подвел каскад и волнение. Ксения еще не принимала участия в соревнованиях такого уровня. Я на этих соревнованиях первый раз. Секунду. Хорошо, но опять же были недочеты, нужно работать еще. Я была на всероссийских, но на всероссийских не было таких людей, как в сборной России. А тут есть и у кого поучиться, и на кого посмотреть. Поэтому очень рада, что я оказалась здесь. Здесь, в Олимпийской столице, 150 фигуристов из 35 городов России оказались по инициативе олимпийского чемпиона Алексея Урманова, который вот уже два года работает тренером в Центре фигурного катания Сочи. Именно он предложил провести здесь третью этапку к России. Эта база нам знакома еще до Олимпиады. Мы здесь проводили перед Олимпиадой пробные первенства, прокаты сборной команды. Проводили здесь чемпионат России. Тут все уникально. Из Краснодарского края появляются спортсмены. Причем я не скажу, что ох какие, но если взять срок развития фигурного катания здесь, то для этого срока это довольно-таки неплохой результат. Третий этап Кубка России по фигурному катанию включает в себя соревнования в одиночном и парном катании, танцах на льду. Финалисты попадут на взрослый чемпионат России, а пятеро и вовсе войдут в состав сборной страны. Следующий предпоследний этап состоится в Казани с 7 по 11 ноября. Инга Габешия, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. В Сочи прошла третья самбониада, то есть турнир по спортивному и адаптивному самбо. Она состоялась под эгидой проекта Александра Карелина «Спорткоманда России». В этот раз она была посвящена 321-й годовщине со дня образования Кубанского казачьего войска. В спортивном фестивале приняли участие юные атлеты с диагнозом ДЦП, сборная команда Сочинского общества слепых, спортивная организация инвалидов Кубани «Стоик» и физкультурный центр курорта для людей с ограниченными возможностями здоровья. Спортивный праздник своим музыкальным приветствием открыли юные артисты казачьего ансамбля «Кубаночка». Эстафету поздравления приняли спортсмены Краевой федерации джиу-джитсу. Серебряные призеры первенства мира – краснодарцы Дмитрий Щербина и Иван Павлов. Ребята продемонстрировали технику японской борьбы. В турнире же приняли участие более ста спортсменов. Были и схватки сильнейших самбистов курорта разных возрастов и специально разработанные технические действия в рамках адаптивного самбо. Их выполняют под строгим контролем специалистов. После схваток на ковре все участники приняли участие в веселых стартах. Самбониады отмечают в городской спортивной федерации не просто турнир, но и приглашение для всех ребят заниматься самбо, как спортивным, так и адаптивным. Ну и в завершении информация от наших партнеров. Стоматологическая клиника «Валет Денталь» проводит акцию от производителя «Брекет Систем». Исправление прикуса у детей и взрослых школьникам скидка 30%. Чайковского 3, телефон 254-5707. Ну а все новости уже на нашем сайте fkt.com. И на этом я с вами прощаюсь. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Продолжение следует...